Переду к докладу конкретно о выполнении обязательств в рамках реализации документов Советского Края. Мне бы хотелось всем присутствующим напомнить о тех ситуациях, которые у нас случились в мае этого года. Итак, 7 мая на территории Назаровского района было объявлено режим ЧАЭС в связи с погодными условиями, способствующие развитию пожароопасной ситуации. Сразу в нескольких населенных округов Назаровского района начались разгорания. Конечно же, самой большой точкой был поселок Степной. Уничтожено было 10 домов, из них 19 квартир. Остались без крови 70 человек, в том числе 22 ребенка. Также пострадала деревня Холма, где у нас всего сгорело 13 домов. Но стоит отметить, что живых из них было всего 3. Пострадало 2 семьи, в том числе и 4 ребенка. Также небольшие возгорания у нас были в деревне Старожилово, в деревне Московка, Средняя Березовка, Кольцово. 7 мая администрация Назаровского района была принята решение об объявлении сбора гуманитарной помощи для боговельцев. И спасибо здесь хочется сказать всем неравнодушным гражданам, как района, так и города, которые отозвались на данные просьбы. В этот же день были развернуты пункты временного размещения в селе Красная Поляна и в поселок Кистепной. Но ими воспользоваться не пришлось. Всем пострадавшим было предоставлено временное жилье за Назарским. За что, что, за это тоже огромное спасибо. Кроме этого, специалисты комплексного центра оказали огромную пользу, работая именно с психологической помощью нашим погорельцам. В территориальном отделении управления социальной защиты города Назарово и Назаровского района с 8 по 11 мая осуществлялся выезд на территории поселка Степной в деревню Калума для сбора заявлений и документов от граждан, пострадавших в результате пожара, для оказания адресной материальной помощи в кроме жизненной ситуации. Первые выплаты в связи с пожарами граждане начали получать 9 мая. В целом, принято обращение от жителей поселка Степного 97, 9 от жителей деревни Холма, 7 от жителей поселка Старожилово. Из числа обратившихся были многодетные семьи, это 5 семей. Всем обратившимся на каждого члена семьи оказана материальная помощь в размере 15 тысяч рублей. Одновременно осуществлялся сбор заявлений для обращения в резервный фонд губернатора Красноярского края. При полной утрате имущества семьям была оказана помощь в размере 50 тысяч рублей, при частичных 20 тысяч рублей. Здесь же не осталось в стороне этап 5 зала Назаровского. Они тоже осуществили выплаты каждой семье в зависимости тоже от причиненного ущерба от 150 до 75 тысяч рублей. 7 мая на территории района начала свою работу комиссия по оценке ущерба. На основании заявлений пострадавшей составлены были акты о оценке ущерба. По результатам работы данной комиссии было принято решение выделения материальной помощи из резервного фонда администрации Назаровского района гражданам на сумму более 440 тысяч рублей. Никто не остался равнодушным. Огромное спасибо хочется сказать от жителей Назаровского района и организации «Красный крест». Она тоже привезла достаточно много гуманитарной помощи нашим жителям. Кроме этого, организовала поступление сертификатов для каждого жителя, пострадавшего в пожаре, которыми жители смогли воспользоваться в аптеках для приобретения необходимого им лекарства. Не остались в стороне Министерства сельского хозяйства. Был предоставлен семенной парковь, который тоже был родом нашим жителям. Все пострадавшим, утратившим документы во время пожара, обосстанавливали их в кратчайшие сроки. За это тоже всем спасибо специалистам, занимающимся этими вопросами. Автономная некоммерческая организация по развитию добровольческого движения и благотворительства. Наши люди при сотрудничестве также с управлением социальной защиты администрации Назаровского района было предоставлено 67 сертификатов на приобретение бытовой техники. На сумму каждый сертификат 10 тысяч рублей. Благодаря слаженной работе всех структур, в том числе пожарной охраны, полиции, прокуратуры, специалистов администрации района, сельских администраций, социальной защиты, комплексного центра, да и всех жителей, нам удалось сохранить самое главное – это жизнь. У нас был единственный пострадавший – это легкий вред здоровью. Долгое время оставался не решен вопрос по оказанию помощи жителям, которые в пожаре пострадали частично. По тому закону, о котором я сейчас уже буду вам рассказывать, они не подходили. И буквально перед Новым годом мы обращались в разные структуры, обращались к меценатам, и буквально перед Новым годом поступили на зароскровенные благотворительные средства от Сбербанка России на сумму 1 миллион. Эти средства также были распределены среди жителей поселка Степной, которые пострадали частично. Что же касается реализации закона, то в рамках...